Так, все, записи буквы. Всем здравствуйте, у нас сегодня в гостях Антон. Сейчас, секундочку, прям, чуть-чуть у меня звук уехал. Так, вот, да, у нас в гостях Антон Янкорский, он расскажет про проект твой, про игру настольную. И я понимаю, он еще является разработкой не только именно этой настольной игры, что в разговоре нам расскажет. Вот, так же он будет на форуме, поэтому дадим слово, слушаем вас. Доброго дня, да, меня зовут Антон, я тут сегодня как автор настольной игры. В основном это игры, которые мы сделали вместе с Максимом, это игры крипта. Подготовил коробочку, будет интересно, покажу, что внутри. Вот, игры крипта, про криптовалюту, про, как сказать, такую, наверное, игра больше рассчитана на то, чтобы вливать людей, которые мало знакомы с криптовалютой, и чтобы они не пугались, что это за дверь страшный. Вот, ну, а вообще, как бы, если вначале про себя пару слов, то являюсь автором настольных игр разных. Я сам из Беларуси, делаем игры в Беларуси и делаем игры, в том числе, да, для российских издательств. Вот, детские, веселые, стратегии, то есть разного жанра игры есть. Вот, ну и крипта, это, собственно, одна из игр в портфолио. Вот, в том числе мы еще себе такое направление выбрали, как игральные карты, и тоже в Беларуси развиваем игральные карты разные, издаем, вот, вот, как в двух словах так. Вот, ну, мы работаем больше как студия, не как издательство, но, то есть больше разрабатываем, делаем дизайн, игры, ну, и где-то занимаемся тоже немножко маркетингом, но это такое же, смотря какой проект. Да, ну, вот скажите, как вот пришли именно вот такой, в некий такой карточный геймдев, то есть именно разработка игр, то есть создание, публикация, как вообще во всей этой индустрии влились, скажем так? Ну, я уже почти 10 лет в этой индустрии, когда-то мы лет 10 назад делали первую белорусскую настолку, скажем так, вот, и затянулись. Долгое время у меня был свой магазин настольных игр, и, как бы, вот, но в какой-то момент мы потом решили, что более выгодно, более правильно сосредоточиться на одном продукте, на разработке игр, и, собственно, мы сейчас, больше разработкой занимаемся. Но это уже 10 лет опыта, который постепенно, постепенно все ввел и развивался, то есть такое, просто прокачивали свои скиллы, играли в кучу настолок, на фестивале ездили, и вот на сегодняшний момент активно уже развиваемся, занимаемся разработкой. Нет, это на самом деле круто, и 10 лет – это прям такой большой опыт, то есть время, проведенное в этой неделе. Единственное, что, как ты считаешь, вот сейчас, вот, настолки сейчас на какой стадии? То есть вот было, я помню, они прям были вот на пике, на взлете, все в них рубились, потом какое-то было затягившее, и сейчас вроде снова начинают, там, какие-то блогеры появляются по-насколкам все больше и больше, почему-то крупных сразу. То есть люди там деньги прям вкидывают, какие-то там игры проводят массовые. Ну и плюс, конечно же, разные проекты пытаются также сделать какую-то свою настолку, там какие-то свои темы, там, начинают, не знаю, от автосалона заканчивать, там, да даже мы, даже мы думаем уже сделать свою настолку. Вот, то есть вот про это. Ну, вообще, в таком мире настольных игр многие издательства называют сейчас «золотым веком настолка», да, что это активно развивается. Наверное, таких два момента могу сказать, что если пару лет назад у нас был магазин, и у нас в городе, то есть как бы все шли за настолками к нам в магазин, да, то сейчас настолки на всех маркетплейсах, магазинах, торговых каких-то центрах. То есть это показатель того, что они развиваются, потому что они попадают и можно купить везде. Ну, а второй момент такой, как показатель, последние два года где-то, ну, может, там, два с половиной, появилось очень много заказов на корпоративные игры. То есть если раньше многие там и крупные какие-то сети, либо какие-то там фирмы не шли к этому, то сейчас многие понимают, что это такой клевый маркетинговый ход, клевая сувенирка, а многие даже видят в том, в этом, ну, как бы, возможность заработать деньги. То есть делать проект, продать его и заработать на этом деньги. И, скажем так, массовых, если поток массовых компаний в эту сферу показывает то, что она становится популярной и все видят в этом для себя какую-то выгоду, да, материальную, там, маркетинговую. И вот это два таких плюса, которые показывают, что настолки развиваются. Если взять, есть там мировые фестивали, на них разные там подсчитывают, сколько игр вышло в мире. По-моему, два года назад на фестивале в Германии посчитали, что за год вышло больше 1300 игр в мире. То есть, как бы, это тоже такая внушительная цифра. То есть, несколько игр в день в мире выходят настольные. Ну, понятно, где-то карточная простая, где-то там с миниатюрами большая, дорогая, комплексная. Но настолки сейчас очень сильно развиваются. Мне кажется, сейчас еще как раз такое время, когда еще вот, ну, уже, конечно, проходит. Это вот от ковида, мне кажется, тоже так сильный тоже был наплыв, потому что все начали сеть дома, с кушать, с семьями. И даже я лично сам с женой, мы вот начали увлекаться просто настолками. То есть, разные покупали, пробовали. То есть, именно искали там всякие дуэльные, чтобы там соревновательный был момент. Вот. Нет, это на самом деле реально круто. И вот когда ты вот углубляешься, ты понимаешь, насколько игры разнообразные. Тогда уже ты там понимаешь, как там у некоторых есть там уже такие моветоны, как хвалить Монополию, говорить, что это хорошая игра. Потому что на самом деле разнообразие вели просто огромное. Игры настолько разные, причем каждый может подобрать что-то прям свое для себя. То есть, это на самом деле, это круто. Это большой, скажем так, большая заслуга на стол. Вопрос еще такой вот сейчас возник. Раз вы как раз занимаетесь разработкой, ну, чисто в среднем, а сколько вот проект приходит, мы вот хотим свою игру, ну, такую простенького уровня, ну, что вот своя была, там, здесь логотипчики, что-то там, вот механик мы придумали, вот надо делать там карточки, напечатать, сколько в среднем вот компаниям вот стоит сделать вот свою на стол. Ну, в среднем. По времени, именно по времени, сколько и по деньгам. Ну, смотрите, по деньгам это очень сложный вопрос, потому что есть очень много нюансов. Какой тираж вы хотите? То есть, чем больше тираж, тем меньше себестоимость одного экземпляра. Второй момент, какая это игра, простая карточная, чем больше компонентов, тем она дороже. Сюда может входить как, то есть, часть составляющая, это работа там разработчика, работа дизайнера, а вторая часть – это печать, изготовление игры. И очень сильно зависит от дизайна, к примеру, дизайн, зависит от того, насколько он простой будет и насколько он прорисованный. Ну, есть очень много нюансов. Я, наверное, самые простые, наверное, мне сейчас будет сложнее в русские рубли перевести, в российские рубли перевести, но мне кажется, что где-то от 100 тысяч и выше. Может, от 80 тысяч, если очень простая, и выше, чтобы разработать игру. Вот. А время тоже влияет, наверное, на концепт игры. У нас был опыт, когда мы за месяц разработали и напечатали, но это был очень жестокий опыт. Там была очень простая карточная игра, сроки были сжатые, и мы решили за него. Но вообще опыт, вот, к примеру, игру по крипте, мы разрабатывали год. И чем серьезнее проект, чем проект более, как сказать, глубокий, интересный, чем больше работы над проектом, тем больше времени. Вот мы тоже сейчас в Беларуси запустили в печать проект, который мы начали работать, и над ним начали работать в марте, в феврале-марте этого года. То есть почти год мы работали над проектом. Но это не значит, что мы каждый день работаем. Есть такой момент, к примеру, есть разные этапы. Этап разработки, там, этап отрисовки, этап печати. То есть сама печать в среднем занимает месяц. То есть в среднем. Что-то быстрее, что-то два месяца может занимать. А разработка тоже такой момент, что, если это простая игра, она может быстрее быть. Если она сложная, то есть надо долго тестировать, проверять, пробовать. И это время. То есть как бы плюс ты не всегда каждый день ежедневно проектом занимаешься. То есть ты выделяешь время, тестируешь, думаешь. Иногда даже, я бы сказал, что очень много занимает поиск идей. То есть ты не можешь сесть сразу. Ну, это, к примеру, как в искусстве. Ты можешь нарисовать картину, а можешь, сколько, Леонардо Давидовича лет 10-12 улыбку просто рисовал. То есть вопрос в том, что ты не можешь иногда найти то, что надо, быстро. Поэтому ищешь. Но это уже настолько таким более авторским, глубоким. Ну, через такой момент с заказчиком согласование правок. Иногда это тоже очень много времени занимает. Поэтому не сильно быстрый процесс. Процесс в каком-то плане творческий. Потому что надо искать, делать. Но от месяца до года. То есть за месяц очень сложно. Но, наверное, можно. У нас был опыт. Но это очень сложно. Вообще, да, два месяца и год. Ну да, нет, в любом случае сроки. Это от момента создания идеи, пока это все на бумагу, потом механики. Это я не спорю. А вот, кстати, говорили примерно 150 тысяч. Это именно просто как-то разработка матрицы или что-то? Или это уже с каким-то тиражом, допустим, 100 копий? Это, наверное, разработка до печати. Это разработка именно до печати, авторская, дизайнерская. Но, опять-таки, если очень простой проект, ну, наверное, с того можно вложиться. Но я немножко могу неправильно перевести, скажем так, по курсу. Ну, мне кажется, в среднем, потому что, я знаю, мы с российскими, скажем так, россиянами работаем. И авторские от 50 до, ну, скажем, от 50 и выше начинаются авторские за продажу проекта. То есть разработана автором без дизайна, без всего. Просто прототип игры, в которую можно играть, но она не нарисована. Это от 50, ну, бывает, чаще всего это 80-100, потому что и выше. Ну, как бы тут очень сложно. Мы всегда, когда вот заказчику говорим, давайте пропишем ТЗ. Ну, то есть скажите, что надо, мы пропишем ТЗ и вот скажем, сколько это будет. А потом можно варьировать, дорого это или дешево. Дорого? Давайте решать, что это. Дешево? То есть вот такой дешевый вариант. Можно дороже, то есть компоненты получше найти. Ну, это такой тоже рабочий момент. Но печать тоже очень много зависит от компонентов, от печати, от бумаги, из чего сделано. То есть там тоже очень много нюансов, которые так вот прям не назвать. Тут на самом деле, да, от этого много зависит. Там какие-то фигурки, где какие-то шаблоны, которые есть в каждой игре, где кто-то свое пытается что-то сделать. То есть я там, я помню, я до сих пор у меня глаз лежит там на большую еще на стол, как по «Властине колец», она там около 10 тысяч рублей стоит. Ну, там, да, там куча миниатюр, все прописано, карточки, поля, планшеты, там прям целый ворох. Это тоже вот на самом деле интересно в том, что бывают игры, которые прям вроде простые, смотришь, там пару карточек, особо ничего нету. Она, к примеру, не знаю, там стоит 2 тысяч рублей. А потом ты заходишь к какой-то наступе, в которой куча всего, какие-то фигурки чуть-то не пластиковые, какие-то там монеточки, прям монеточки. И как тут это все, и стоит там полторы. И ты думаешь, откуда такое ценное образование, то есть чего это зависит. Странно на самом деле. То есть каждый, скажем так, собственник игры, они вот получаются... Много тоже зависит. Ну, вот мы с белорусским заказчиком два проекта делали. Один в прошлом году, второй сейчас. По комплектации они практически одинаковые. А второй дороже из-за больше количества авторских, ну, то есть уникальных иллюстраций. То есть чем больше уникальных иллюстраций, иллюстрации самые сложнее, чем в предыдущем проекте. Хотя по комплектации, да, по картам, по коробке, ну, практически все одинаково. Там, ну, условно говоря, в печати разница в 5-7 процентов, да, по деньгам. А в плане, скажем, условно говоря, именно разработки там дороже. Два раза цена получается из-за работы над игрой. То есть это тоже иногда карточная игра может быть дороже из-за работы над ней. Вот, а игра с большим количеством компонентов может быть дешевле из-за того, что, ну, там, какие-то другие затраты проще. И нюансов, на самом деле, очень много. Антон, самое-то главное, скажем так, перейдем к самому интересному. Вы к нам приедете на форум. У нас будет большой стенд, то есть будет большущий баннер. Там метров шесть, если я не ошибаюсь, угромадные в вашем дизайне. Будет клевые столы. Кстати, я-то с вами позаботился, чтобы столы были с покрытием, с мягким, чтобы было приятно, удобно играть. С какой игрой вы приедете? Расскажите про нее. Да, мы, ну, то есть, как бы, тематически мы приедем со своим проектом, который крипта, да. Игра про крипторыдок. Мы ее разрабатывали вместе с Максимом. Если я в этом плане выступал как автор, как разработчик механики игры, да, он выступал как эксперт по криптовалюте. Потому что, когда я садился за игру, я только слово криптовалюта знал и какое-то там примерное понятие, что там происходит. Вот. Теперь, конечно, можно майнить, можно... Вот. Что будет здесь? То есть будет несколько образцов демонстративных. Можно будет сыграть. Всем расскажем правила, покажем, как в нее играть. Вот. Сама по себе игра не сильно сложная. В основе, как бы, принцип продажи-погубки. То есть ваша задача в игре продать, скажем так, дешевле, чтобы потом купить другую валюту подороже. В игре прикольно есть рынок, который, с одной стороны, стратегически вы понимаете, что как можно сделать так, чтобы на нем многое заработать, а с другой стороны, он может быть непредсказуемый. И что мы еще в игре прикольно сделали, игроки сами могут варьировать. То есть старт игры у всех одинаковый, но от того, как вы работаете с картами рынка, зависит, будет игра у вас более такая просчитываемая, да, стратегическая, что можно было просчитать примерно, что у вас будет. Либо игра будет становиться непредсказуемая, и вы даже можете, наоборот, на, ну, как сказать, зарабатывать на проигрыш. Да, назовем это так. Вот. И это тоже потому, что есть разные виды игроков. Кто-то любит больше подумать. То есть... ...контролировать все, а кто, наоборот, любит риск, любит какой-то там азарт. Вот. То есть вы заложили такой... ...небольшие со связи. Сейчас поправим. У вас микрофон, микрофон, микрофончик, микрофон. Так, слышно? Что-то, наверное, отключилось. Слышно? То есть вот будут такие планшеты. Каждый из вас можно будет покупать. У нас три вида валют будет. Три вида криптомонет будет. Да, и каждый из вас может покупать и решать, на каких из монетах зарабатывать. И каждый раунд можно будет их менять между собой по тому курсу, который будет на данный момент. У нас, соответственно, будет в игре очень много монет. Ну, это как бы разного номинала, трех разных видов. Вот. У нас будет биткоин, троин и бэггикоин. Три монеты. У нас, опять-таки, игровые фишки, которые нужны будут. Денежки, которые будут вначале получать. И задача будет в игре приумножить свой капитал со 100 долларов условных до больше, чем у остальных игроков. Вот. Ну, и в игре есть карты рынка, которые одни из самых важных. И в карты такой инсайдерской информации, что мы прикольно сделали, что в эти карты, на самом деле, зашили всякие исторические моменты, связанные с разными историями, связанные с криптовалютой. Вот. И кто активно этим интересуется, может узнать, что он слышал. Либо, наоборот, познакомиться, что проходило. Ну, как говорил, правила, они сильно сложные. И на каждом стенде подробно будут объясняться. Достаточно, на самом деле, сделать первый раунд для того, чтобы освоиться. А потом будет еще у вас несколько раундов для того, чтобы победить. Ну, и опять-таки, можно будет не один раз, а два-три раза сыграть. Все зависит от того, как времени будет у игроков. Ну, вот. Как-то так. Может, какие-то вопросы встречные задавать. Наверное, так будет с прочим. Сколько, а с какие, да с какие людей в нем могут играть? То есть, могут быть играть двое, или обязательно там трое-четверо. И насколько реиграбильность играет, что сейчас, я думаю, очень важно. Потому что есть много игр, которые там клево, описывая сюжет, все хорошо. Но при этом один раз ты играл уже неинтересно. Ну, смотрите. Первый момент, что можно играть от двух до четырех игроков. То есть составом в два, в три, в четыре. Ну, в любом составе можно играть. Там есть немножко количество игроков, количество раундов, в которые вы сыграете. Ну, это такое. Ну, играть могут разные. Да, вчетвером более напряженная игра становится. Более непредсказуемая, потому что больше игроков влияет на рынок. Вдвоем, может быть, она немножко более контролируемая, более в понятии, что... Ну, то есть ты больше понимаешь, что может произойти с рынком. Насчет реиграбельности. Игра построена так, что ваш ход зависит от... То есть у вас простое действие. То есть в игре простое действие. Купить, поменять, купить карты майнинга, для того, чтобы каждый раунд дополнительно... Ну, криптомонеты получать. Действия у вас простые. Но, как сказать, это действия такие технические. Что касается стратегических действий, вот тут вот большой выбор. И ход каждого игрока от этого хода зависит, что будут делать. Если они видят, что кто-то понижает монету, а этот игрок играет на эту монету, его решение принять, ну, то есть уходить с этой монеты, чтобы не потерять, либо, наоборот, каким-то образом пытаться ее поднять. То есть каждое действие игрока влияет на то, какие решения примут игроки. Каждый... Вот сколько мы тестировали, сколько играли, каждый раз монеты прыгали, условно говоря, по-разному. Кто-то очень высоко их поднимал, кто-то, наоборот, опускал. И это все зависело от того, как играют игроки. От этого реиграемость, потому что при одних и тех же действиях делать свои эти действия вы можете по-разному, с разными монетами и в разных направлениях. Поэтому реиграемость у меня большая. Плюс, как я раньше говорил, есть карты рынка, и рынок с каждым раундом становится более хаотичным, хаотичным, да? То есть, словно говоря, на одной монете можно поднять курс от... Если вначале там от одного-двух пунктов, да, то к концу игры можно четыре-пять пунктов поднять монету, да, то есть рост монеты. Но какая будет игра? Стратегическая. Вы будете понимать, да, что подняв монету, вы точно не публикаете. Либо вы делаете игру такую более рандомную, непредсказуемую, и вкладываете... И вы можете рискнуть. И даже опуская монету, вы сможете заработать. Просто потому, что, ну, условно говоря, есть игроки, которые находятся как бы виртуально поза игрой, они тоже влияют на рынок, а от этого будет зависеть ваше действие. То есть, насколько больше вот этих вот таких игроков. Вот. Поэтому игра, ну, она вариативная. Но опять-таки, сами сможете посмотреть, вот, поиграть. Нет, это на самом деле очень важно, потому что очень много игр было. Много игр, покупаешь там 3-4 тысячи рублей, и ты в нее поиграл один раз, и все, тебе второй раз просто неинтересно. То есть, эта игра тебе ничего не даст. Но, сожалению, когда ты уже углубляешь, это значит, что их просто достаточно много игр, которые там стоят, условно, до 2 тысяч рублей, и они прям играбельные, крутые, классные, там, дуэли вдвоем или как-то. То есть, на этот счет, конечно, надо согласно, дарить, прощать внимание. Другой вопрос. Да, 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 слушай. Ну, конечно, понятно, что одна и та же игра может разному игроку не дойти, а мы, когда делали игру, мы сосредотачились, наверное, на двух моментах. Первый момент, чтобы она была легко доступна, и даже те люди, которые мало играют на столке и не знакомы с криптой, во-первых, могли легко сыграть в нее, а во-вторых, смогли бы познакомиться с миром криптовалюты. Второй момент, мы старались ее делать вариативно, для того, чтобы те, кто знают, да, словно говоря, постоянно там работают с криптой, чтобы они могли в таком оффлайн режиме посоперничать, посмотреть, кто больше заработает. То есть, словно говоря, у вас за час игры может происходить то, что вы неделю, там, месяц в жизни делаете, да, то есть быстро, прямо сейчас, риск, не риск, следить за игроками, то есть такой, чтобы было интересно опытным игрокам и новым игрокам. Для нас было важно вот такое соединить это. нам кажется, это получилось. По крайней мере, эти отзывы, которые мы получали, они попадают в то, что мы хотели. Нет, это действительно круто, когда ты проигрывали, когда в игру, сделанную вами, играют, именно играют, то есть, различно, хорошие, то есть, люди реально играют, получают эмоции, самое важное, для чего не нужна игра, чтобы хорошо проводить время и получать положительные эмоции. Еще вопросик, вот у нас, вот на форуме, вот будут проводиться игры, можно ли будет, люди смогут ли ее купить, и вроде мы общались, что вы там хотели какие-то, может быть, конкурсы, как-то что-то провести, то есть, либо разыграть, то есть, вот в этом ключе. Ну, смотрите, конкурсы, думаем, насчет купить, сейчас вопрос этот, Максим и Таня решают, я думаю, что, ну, они занимаются вопросом, я на самом деле, на данный момент не знаю точного ответа, но я думаю, что да, я думаю, что скорее всего, что да, что можно будет купить и точно проведем какие-нибудь турниры, в каком формате это будет, мы сейчас обсуждаем, но будут турниры, мероприятия и будут небольшие, но подарочки тоже. Но всегда приятнее, возможно, можно будет просто познакомиться, но всегда приятнее, как сказать, посоревноваться, потому что соревновательная составляющая в ней есть и, как сказать, в нее легко влиться, то есть, условно, сыграв один раунд пробный, вы поймете правила и тогда можно даже спокойно добавлять турниру, потому что вы уже знаете, что делать, ваша задача уже будет. Продумать, как вы это сделаете, а какие действия вы легко постаконитесь. Будет. Это круто, это круто. Вопрос еще такой. Это первая версия данной игры либо уже какие-то же были изменения, дополнения и планируется ли что-то в будущем. Какая-то часть 2 или какое-то дополнение. Ну, смотрите, да, это базовая игра, первая игра, начало назвали, потому что, да, есть идеи к продолжению, есть идеи к дополнению, это первый момент, что есть идеи к дополнению, как ее усложнить, потому что у нас даже сразу при тестах появлялись мысли, вот давайте, может, так-так, но мы понимали, что иногда это может быть немножко, ну, засложно в плане логики, да, для нового игрока, поэтому где-то какие-то моменты мы специально отсекли, ну, без них играется, хорошо, это оставим. То есть, есть идея для дополнения, которая будет называться кризис. Ну, опять-таки, это все такое, такое, рабочее название, возможно, что-то изменится, вот, но игра, которая будет еще более, да, потому что меня сейчас слышно, то игра будет, большая кризисность добавлять и вариативность действий, вариативность влияния на игрок, это как бы в разработке, пока мы не можем назвать точные сроки, потому что вот в следующем году мы начнем что-то тестировать, смотреть, в этом году мы занимаемся больше, как сказать, такой рекламой игры, распространением игры, да, популярностью игры, вот, а второй момент, который мы тоже видим в своем развитии, это такое, как сказать, корпоративное направление, да, если так можно сказать, в том плане, что мы можем делать отдельное дополнение с конкретной монетой, с конкретной монетой для, по конкретному запросу, и, условно говоря, у вас там будет между биткоина, эфир, не знаю, какая-то другая монета, и игра остается, но в игре появляются новые монеты, новые какие-то действия, новые карточки инсайдерские, которые связаны вот с этой, то есть видим два таких направления, будем с ними работать, вот. Это на самом деле интересно, потому что у нас тоже есть свои монеты, у нас свой блокчейн, свои монеты, свой большой проект, эти системы. Можно с вашей поток. Знаете, сейчас мы общаемся уже после, в любом случае, это круто, есть продвижение, есть понятие того, что будет, условно, через полгода, через год, а то просто некоторые тоже проекты, когда общались, не обязательно в насколках, даже другие, потому что вот, допустим, сейчас на каком-то хайпе, у них все хорошо, а что будет там через три месяца, да мы сами не знаем, как пойдет, то есть у людей нет понимания, что делать с этим, то есть с людьми, с аудиторией, вот, у вас есть четкое понимание, у вас есть планы уже большие, и поэтому это круто, это круто. Скажите, да, у нас, да, я еще, может, этот же вопрос немножко продолжу, что мы, когда разрабатывали, мы остановились на трех таких самых популярных, ну, одних самых популярных монет, как бы, больше для того, чтобы, одна из целей игроков, это находить новых людей с криптовалютой, да, чтобы, то, что у всех на слуху, а монеты, ну, другие, да, можно закладывать дополнения, а второй момент, что у нас в игре есть и майнинг, и стейкинг, то есть два разных вида, скажем так, получения криптовалюты, чтобы это тоже было, как два разных таких стратегических направления, да, это тоже для нас было важно, вот, возможно, там еще что-то придумает, ну, в смысле, в дальнейшем еще какие-то такие вот, именно связанные с монетами, с их получением, распространением, еще какие-то действия появятся, вот, но это было в первых, а во вторых, да, в дополнениях, это, если база, это более такое классическое, чтобы познакомиться, принять, научиться, либо влиться в это, то дополнение, они будут делать игру более серьезной, более необычной, как бы, такой для, уровень эксперта, да, небольшой, то есть уровень любителя, да, то это дополнение, это уровень эксперта, ну, это так, если немножко больше рассказать, зайти вперед, вот. Круто, круто, скажите, где сейчас, вот прям, сейчас люди могут пойти и купить вашу игру? Ну, классические, Viberes, Ozon, там продаются наши игры, они есть в наличии, там, всегда, периодические акции, какие-то бывают, какие-то, там где-то, словно говоря, дешевле посмотреть, вот, ну, наверное, два таких самых основных, где оно сейчас подвигается, то есть есть какие-то там, у нас в Беларуси, небольшие магазины, с кем мы работаем, ну, а в России, наверное, проще всего найти в этих marketplace. Нет, на самом деле, да, marketplace, они сейчас прям буквально все захватили, у меня вот в одном доме в пятиэтажке, у меня прям вот все есть, вот все, что есть, вот есть все на первом этаже, очень удобно, вот, круто, круто. Это значит, как мы идем в подъезд. Да, ну, они делают, конечно, удобно, что можно легко доставить из любой точки в любую точку, вот, но можно там, найти, почитать, там и больше фотографий можно посмотреть, мы там фотосессию делали, можно, видеообзоры есть, вышел уже два, один такой более профессиональный, два обзора на игру, там тоже можно посмотреть видео, можно на сайте, а, можно еще заказать через сайт, ну, в сайте игры есть сайт игры, тоже можно заказать, и там тоже есть видеообзоры, записывая, то есть, можно более подробно познакомиться, как происходит что-то. Ну, это приятнее, наверное, в свободное время так посмотреть, летсплей, чем, как он так, в эфире рассказывать нюансы. Не, в любом случае, очень интересно, всегда новый опыт, это что-то новое, интересное, с учетом, что когда ты общаешься с самым человеком, который это придумал, сделал, это прям в моем проекте, поэтому спасибо большое, что получилось выделить время, время остается все меньше до мероприятия, ждем, 16-17 сентября, форум Крепьюг, уже, по-моему, совсем скоро, вот, может быть, прийти, лично познакомиться с Антоном, поиграть, провести крутое время, вот, спасибо большое, что пришел. Не за что, не за что, было приятно пообщаться, вот, играйте в настольные игры, то, что, ну, настольные игры, чем они крутые, это общение оффлайн, это коммуникация между людьми, и какая бы ни была настолка, коммуникация, это самое главное, что происходит, я разрабатываю игры, безумно люблю настольные игры, большая коллекция, но, наверное, точно так же я не играю в компьютерные игры, да, как бы, такой момент, может, просто потому, что общение, коммуникация, это мое любимое, и это клево от настолка, так что играйте в крипту, в другие игры, просто играйте в настолки. Спасибо за приглашение и за эфир. Микрофоник, все, как можно скорее, будет круто, проведем хорошо время, вот, мы вас очень сильно ждем. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,